В эфире телекомпании «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. В судебном процессе по приобретению мэрии здания завода «Краян» появилась новая подсудимая, бывшая помощница Геннадия Труханова. Позорное первенство антизаслуга местной власти. По данным Госкомстата, Одесская область – лидер по количеству аварийного и ветхого жилого фонда в Украине. Активисты спасли голубые ели у Одесской областной государственной администрации. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 39 одесситов. По данным на 12 августа на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 77 пациентов с COVID. Из них 14 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 63 пациента. Из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Зарегистрировано два новых случая у детей. Один мальчик и девочка. За прошедшие сутки выздоровели 48 одесситов. Продолжают болеть 636 человек. Судебный процесс по приобретению мэрии здания завода «Краян» дополнен новыми материалами. В деле появилась еще одна подсудимая – бывшая помощница Геннадия Труханова. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование ее участия в преступной схеме. В сообщении о завершении расследования деяния еще одной фигурантки дела по «Краяну» опубликовано на сайте специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ими и фамилии не указываются. По информации аналитического портала «Слово и дело» следствие считает бывшую помощницу городского головы Алену Попову причастной к незаконной растрате 92 миллионов бюджетных гривен при покупке здания новой мэрии на заводе «Краян». Ее действия квалифицируются как пособничество преступной деятельности, которая состояла в координации действий между участниками преступления. Обвиняемые и в том числе сам городской голова Геннадий Труханов и его заместитель Павел Бугельман были оправлены Малиновским районным судом Одессы. Приговор первой инстанции отменил высший антикоррупционный суд, где теперь дело рассматривается заново. Расследование участия в нем Алены Поповой проводилось заочно. Подозреваемая скрывается от следствия и находится в розыске. 11 августа обвинительный акт относительно Алены Поповой направлен в суд. В этом случае по статье 191 Уголовного кодекса предусматривается лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Одесская власть снова отличилась скандальным достижением. Наш город вместе с областью занял первое место в Украине по количеству аварийного и ветхого жилого фонда. О позорном лидерстве заявила Государственная служба статистики. По данным Государственной службы статистики, в Украине 3 млн 317 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Из них половина – 1 млн 562 тысяч квадратных метров в городах. По количеству ветхих домов лидирует Харьковская область – 530 тысяч метров. На втором месте – Одесская – 390. Зато по общему показателю ветхости и аварийности мы завоевали позорное первенство. Выполняя протокольное поручение мэра от 19 мая 2020 года, Департамент городского хозяйства пересчитал ветхие и аварийные дома. Всего в Одессе насчитывается больше 43 тысяч жилых зданий, из которых 8 тысяч – многоквартирные. Аварийными и ветхими с износом более 60% еще в прошлом году признали 876 домов. На 126 больше, чем за 5 лет до этого. 143 аварийных здания стояли рядом со строительными площадками. По данным на конец апреля нынешнего года, в городе 613 ветхих домов и 263 в аварийном состоянии. Всего 879. Обрушения частей и целых зданий стали у нас регулярными. Пострадавшим в лучшем случае дают временное жилье. Многие ютятся у родственников, друзей и на съемных квартирах. Об отношении городской власти к жильцам разрушенных ветхих и аварийных домов говорят они сами. Сегодня у нас во дворе упало два балкона, но на очереди фасадный балкон, то есть самый длинный балкон и балконы выше. То есть, как бы вот такая ситуация была. Дом рушится. Куда обращались? Обращались в управление архитектуры, в ЖЭК, в Портофранковский, в прокуратуру. То есть, письма везде написаны, но действий никаких. И обращались в ЖЭК, и на горячую линию 15.35, и лично к Геннадию Труханову писали сообщения. Все должны были прийти. Это было буквально перед Пасхой, там 17-18 апреля. Никто не пришел, то Пасха, то руководство меняется, то еще что-то меняется, то они не могут, то... Ну, в общем, писали нам все, что хотели. Вот все, что или не хотели, наоборот. И так никто не пришел. Квартир нас здесь 22. Обещают, обещанками, знаете, как убитянками и сестьянками, нас кормят уже не один год. Что вот следующий застройщик, который берет разрешение, по-видимому, городских властей, вот вас отселят. Вот авос и ныне там. Вот уже видите, сколько застроили вокруг домов, все. А мы уже начали просто... Физически люди начали страдать. Хорошо, что вчера, в тот момент, когда упала доска, только упала на взрослого человека. А там живет трехлетний ребенок. Если бы эта доска упала на голову трехлетнего ребенка, то был бы жертва. Господин Труханов, я к вам обращаюсь. Почему вы никогда не пришли и не посмотрели? Это же вы даете разрешение на застройку вокруг нас, вот этих больших домов. Почему нас не отселит застройщик? Отзывы жильцов разрушенных домов везде одинаковы. Причина – бездушие и халатность чиновников. Дома, ну, с каждым годом, их даже не латают. То есть мы видим, что даже кровли, даже какие-то там коммуникации в домах ничего не происходит. Все пустили на самотек, и все, ну, рушится на глазах у людей и у нас, одесситов. Независимо от формы собственности дома, власть должна позаботиться о безопасности людей. Ремонт старого здания может стоить миллионы. И сами жильцы таких денег не соберут. Надеяться на помощь мэрии бесполезно. Еще на том же заседании исполкома в мае прошлого года городской голова предупредил – со старыми домами все беспросветно, плохо и лучше не будет. Жилой фонд в Одессе, особенно старый жилой фонд, находится в очень запущенном и, можно сказать, катастрофическом состоянии. Денег на его восстановление нужно не просто много, а очень много. И никакой бюджет города, даже если мы полностью направим его на это, в течение, наверное, лет пяти, может, больше, да, Сергей Юрьевич, мы будем восстанавливать только эти здания. Если не будет бюджетного финансирования, остается ждать обрушений, а, возможно, и человеческих жертв. В Одессе готовится к открытию очередное казино. Место для азартных игр расположится в гостинице «Пассаж». На его витринах уже появилась реклама данного игорного заведения. Согласно рекламе, оно принадлежит сети «Фёст Казино». Отметим, что с момента принятия закона, разрешающего игорный бизнес, прошел ровно год. И на данный момент в Украине работает 10 заведений этой компании в 9 городах, включая и уже открытое в Одессе в отеле «Гагарин». Судя по раскрутке, заработок на азартных играх приличный. Одесситы жалуются на коммунальщиков, поскольку из-за несвоевременной обрезки деревьев горожане вынуждены вместо тротуаров ходить по проезжей части. Это 12-я станция Большого фонтана, пешеходная зона. Пройти по ней становится невозможным, поскольку ветки деревьев выросли и повисли чуть ли не до самого пола. Теперь горожанам приходится обходить проблемные участки тротуара по проезжей части. Назвать данные условия благоприятными для отдыха вряд ли можно. Здесь речь уже идет скорее об опасности для здоровья и даже для жизни людей. Внимание властей к проблеме одесситы пытаются привлечь на сайте Единого центра обращений граждан. В письме говорится «Информирую вас о том, что на протяжении длительного времени существует нарушение действующего законодательства Украины, препятствование свободному движению людей и наличие опасности их здоровью за счет перекрытия ветвями зеленого насаждения, которое уже спускается на уровень глаз и значительно ниже вдоль многочисленных участков пешеходной части тротуаров общего пользования на общественном пляже. Город Одесса, пляж на 12-й станции Большого фонтана». Масштабный пожар произошел в пятиэтажке на улице Семинарской. Густой черный дым и языки пламени вырывались наружу. Происшествие произошло на четвертом этаже в пятиэтажном доме около 11 часов 18 минут. На место оперативно прибыли спасатели, они ликвидировали пожар и предотвратили распространение огня на соседние квартиры. На месте инцидента работало 6 машин и 23 спасателя. Из-за значительной задымленности пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в звене газодымозащитной службы. Полностью потушить пожар удалось в 11 часов 56 минут. Отмечается, что огнем уничтожено имущество на балконе четвертого этажа, а также поврежден балкон на пятом этаже на общей площади 15 квадратных метров. По данным спасателей, хозяйки пострадавшей квартиры дома не было. Причины пожара и ущерб устанавливаются. В Херсонской области пограничники обнаружили более 9 тысяч кустов конопли, растущей среди кукурузы. Кто хозяин чудной долины, выясняет полиция. В Херсонской области пограничники обнаружили кукурузу с кайфом. Целое поле злаковых в перемешку с каннабисом. На подмогу приехала служба безопасности Украины. Вместе с правоохранителями они изъяли 9800 кустов каннабиса и открыли уголовное дело на аграриев. Правда, фермеры утверждают, что понятия не имеют, откуда на их земле появился наркотический бурьян. Видимо, на Херсонщине кто-то всерьез подготовился к легализации каннабиса. Экоактивисты спасли от неминуемой гибели огромные голубые ели у здания Одесской облагосадминистрации на проспекте Шевченко. Благодаря им деревья останутся на своем месте. Напомним, возле админздания росли 24 голубые ели. Однако 5 августа в Одессе стартовала варварская акция под названием «Экоцит». Эти роскошные деревья начали вырубать. Всего планировалось удалить 10 елей, которые Департамент экологии Горсовета назвал аварийными. Между тем, одесские экоактивисты, побывав на месте, констатировали, что это ложь. Деревья абсолютно здоровы и намекнули на подлог документов. Позже их же стараниями работы по вырубке и распилу деревьев были приостановлены. Но, к сожалению, к этому моменту уже успели уничтожить три ели. Как отмечает одесский эколог, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Болинский, проведя дополнительные консультации с фитопатологами и инженерами, пришли к совместному выводу о пересадке только одной ели, которая находится со стороны приемных граждан Одесской областной государственной администрации. У этого дерева необратимо поражена верхняя часть кроны. Однако в артиллерийском парке она еще порадует одесситов. Что касается остальных деревьев по периметру здания, они остаются и по всем. Горзелентрест уже проводит работы по санитарной подрезке и лечению. Осенью будет приводиться в порядок и усиливаться существующая система страховки ели от обрушения. А поздней осенью на образовавшиеся пробелы будут высажены новые пятиметровые голубые ели. Также добавил, что теперь у голубых красавиц впереди только долгая жизнь под уходом Игоря Зелентреста, ну и, конечно же, под присмотром общественной организации «Зеленый лист». Сегодня же выкопанную ель с поврежденной кроной погрузили на длинномер и отвезли в арт-парк, чтобы впоследствии пересадить ее там со стороны улицы Краснова. Вот так, благодаря экоактивистам и просто неравнодушным одесситам удалось спасти роскошные деревья. Более чем уверены, если бы не они, наш город стал бы совсем серым и бездыханным, лишившимся зеленых насаждений. Хороших вам новостей, отличного настроения, берегите себя и своих близких. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»